МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 22 октября. Во время гражданской войны 22 октября 1918 года Самарская ГУППРОД-Коллегия вынесла постановление о введении с 1 ноября продуктовых карточек на хлеб и мясо. Были определены следующие нормы на одного человека. Хлеба печеного в день 1 фунт, это примерно 410 граммов, или 25 фунтов муки в месяц. Мясо в неделю полагалось 2 фунта. Распределением пайков занялись так называемые квартальные комитеты бедноты. 22 октября военного 1941 года состоялась пресс-конференция для эвакуированных куйбышев иностранных корреспондентов. В тот день заместитель начальника Совинформбюро Соломон Абрамович Лазовский заявил, «Сегодня мы возобновляем нашу работу в городе Куйбышеве. Этот переезд ни в коей мере не означает какого-то ни было ослабления защиты Москвы. Наоборот, организация дела обороны будет вестись с еще большей энергией». Во время Великой Отечественной войны сообщения Совинформбюро люди записывали и размножали, зачитывали в рабочих коллективах. Их даже рисовали. Так, находившийся в эвакуации в Куйбышеве художник Александр Васильевич Волков создал картину у сводки Совинформбюро. На ней изображены наши земляки, внимательно читающие сообщения с фронта. Это полотно вошло в историю советского искусства военного периода. В один день, 22 октября, но в разные годы, а порой и столетия, появились на свет. Прославленная французская актриса Сара Бернарк. Первый русский писатель, удостоенный Нобелевской премии по литературе, Иван Бунин. Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Спартак Мишулин. Легендарный советский футболист, один из лучших вартарей мирового футбола Лев Яшин. Итальянский певец Робертино Лоретти. Еще одна французская актриса, звезда мирового кино Катрин Денев. А также популярная певица, заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко и прочие знаменитости. С именинами сегодня не забудьте поздравить Максима, Константина и Петра. В народном календаре сегодня хозяйничает Яков Дровопилец. У крестьян именно с этого времени начиналась горячая пора заготовки дров на зиму. Считалось, что осенняя полена горит жарче, поскольку из него уже ушли все соки. Нередко в день Якова выпадал мелкий град. Крупа в этот день появлялась и на столах. Крестьяне начинали обдирать проса, овес, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали на стол с маслом или салом. А еще на Якова закрывали грибной сезон. Собирали последние осенние сыроежки. Их либо солили, либо тушили и подавали с картошкой. Мы рассказали вам лишь о некоторых интересных событиях, случившихся в 22-й день октября. Хороших выходных и замечательного вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова